Рюрик и Велесова книга. Да, даже такая тема всплыла вследствие, так сказать, размышлений и комментариев человека, который еще меня обвинял в том, что я фантазер и в том, что я что-то там придумываю. Ага, я придумываю. Допустим. Конечно же, я придумываю. Но я раскрою страшную, наверное, сейчас тайну, которую, наверное, никто не знал, ну, по крайней мере, не знал из тех, кто никогда не думал. Я придумываю все, о чем говорю. И любой человек все, что знает, он придумывает. Потому что информация, когда попадает в глаза, в уши, она обрабатывается в мозге. И в зависимости от того, в каком она там состоянии, дальше она уже извлекается в последующие мысли человека, извлекается посредством речи, посредством каких-либо действий человека. Хуже, когда человек вообще ничего не делает с той информацией, которая ему в мозги попала, и она так и остается. Вот как ему в школе что-то там рассказали, человек так и не понял, что ему рассказали. Оно так и осталось, человек ничего не придумал. Ему сказали, что дважды два-четыре, но не сказали, что дважды три-шесть. И он так и остался со святым, абсолютно верным знанием, что дважды два-четыре. Но что это значит? Что делать, если там какие-нибудь другие числа нужно умножить? Что такое умножение? Допустим, ему не сказали. И он так и не догадается. Потому что это же нужно подумать. Это же нужно придумать. А, как еще сказал товарищ Прокл, это в текстах Прокопия Кисарийского, когда он описывал ситуацию в Византии, что он никогда в своей жизни не прикладывал руку никаким новшествам. Да уж. Вот поэтому Византия и деградировала. Если Римская империя в свое время была новатором в очень многих сферах бытия, Византия была трупом, своеобразным Лениным в Мавзолее, который не мог уже создать ничего нового. Те же, кто разумом своим еще подвижны, чей ум, особенно если он подобен пламени, естественно, это пламя обрабатывает и перерабатывает практически все, что туда попадает. Однако тут тоже есть некоторые, так сказать, законы здравомыслия, ну и, в общем-то, даже какие-то законы логики, которые сейчас известны людям. Поэтому слишком уж какую-то хрень придумывать не стоит. Думать и придумывать нужно в рамках здравого смысла и придумывать нечто правильное, нечто достоверное. Поэтому, да, я много чего придумываю. Я, в общем-то, даже и не скрываю это. Это естественный, как сказать, естественный побочный эффект думания что-то придумать. И желаю и тому человеку, который это все писал, и другим людям побольше придумывать, побольше думать, побольше размышлять, побольше мыслить, что-либо знать, осознавать, осмыслять и переосмыслять. Но, видимо, как бы что-то пошло не так. И человек мне начал приводить ссылки на Велесову книгу, без ссылок на Велесову книгу. Вот я выдумщик, значит, я плохой. Я очень нехороший человек для тех, кто пытается со мной спорить. Я это знаю. Для них я очень нехороший, потому что я опровергну практически все, что они скажут. Такова моя Дхарма. Такова правда этой реальности. И вот, я, когда записываю какое-то осмысление про Рюрика, или по любой другой исторической, философской теме, это означает, что я что-то уже на эту тему придумал. А это означает, что я что-то на эту тему уже думал. А это означает, что я обрабатывал какую-то информацию, и при необходимости могу так или иначе предоставить какие-то ссылки на тех или иных ученых, на тех или иных мыслителей, или на какие-то факты, артефакты, что-нибудь, что так или иначе существует в качестве оснований для того, что, так сказать, я осмыслял, что я изучал, и к каким выводам я пришел, то есть, что я придумал. И я иногда рассказываю, что вот есть западные саги. Тем, кому вообще лень где-нибудь ковыряться, что-нибудь изучать, я говорю, просто Википедию откройте, ребятки-козлятки. Не надо, я вас не прошу особо куда-то углубляться. Просто откройте Википедию. Просто хотя бы. Вы мне начинаете рассказывать про не пойми что? Вы откройте Википедию, хотя бы почитайте. Еще открою вам сейчас вообще невероятное таинство. В Википедии, внизу статьи, как правило, размещаются ссылки на каких-то авторов, которые также что-то придумывали, что-то думали, о чем-то мыслили, и о ходе своих дум, то есть мыслей записали в своих книгах. И привели также список ингредиентов, которые стали для них пищей для тех или иных их размышлений. То есть приводили фотографии каких-то артефактов, цитаты, ссылки и так далее, и тому подобное. И я так или иначе хоть что-то, ну, привожу. Если, конечно, я для себя вообще не вижу значимым, не знаю, под каждым видео писать ссылки, да хотя бы даже на Википедию, потому что интересно, кто такой Рюрик. Открывайте сами, гуглите по Википедии, и не только по Википедии, по всем поисковым сетям, хотя бы прогуглите, хотя бы по первой выдаче поиска, что там будет написано о Рюрике. Ну, хоть начните с чего-то. Зачем я буду вам давать какую-то ссылку, одну и все. Если не лень, если постараетесь, сами все найдете, и, так сказать, и будет вам счастье. Если лень, то мне тоже лень. В таком случае, даже какие-то минимальные ссылки, это самое. Хотя по именам, хотя бы, по упоминаниям каких-то дат, вот говорю я, допустим, Аскольд и Дир, или просто Аскольд. Ну, гуглите, кто такой Аскольд. Когда я говорю о каком-то деятеле, который вообще нигде неизвестен, я так или иначе пытаюсь объяснить, откуда же он мне известен, если он нигде, условно говоря, неизвестен. и на самом деле вывожу, по сути дела, к пониманию слушателей того, что где-то-то все-таки данный деятель известен. Может, не под тем именем, может быть, в другом контексте, может так, может этак. Но так или иначе, хоть что-то, хоть где-то все-таки известно. И это я тоже так или иначе объясняю. И вот тексты о Рюрике, они есть, их куча на самом деле. Хотя, конечно, к сожалению, нет ни одного текста, который был бы от начала до конца посвящен исключительно Рюрику. Рюрик упоминается в ходе разных событий, в ходе разных описаний других деятелей. Ну, так или иначе, хоть что-то да на Западе есть. Если вы загуглите, что известно исторической науке про Рорика Фресландского, Рорика Ютландского, вам там дадут и кучу ссылок, и кучу объяснений, и много чего другого третьего, десятого на этот счет. И вот осмыслив все это, обдумав это все, кое-что придумав, как, соответственно, сопоставить эти материалы, как кратко их изложить. Конечно, я не пишу никаких сценариев для видео. И вообще, иногда, когда зачитываю какой-то текст, так его зачитываю, что, не знаю, помереть, наверное, можно слушателю, если они гонятся в погоне за красивостью там, какого-то, не знаю, поэтического изложения, декламации, еще чему-нибудь такому. Ну, так или иначе, не подходит так. Говорю, там, Прокопушкин, там, Кисарийский, такая-то книга, ищите Прокопия, ищите его, там, Войну с вандалами, открывайте на соответствующей странице, читайте. Я не против. Я не против, кто-то из желающих, по идее, в любой момент, может предложить мне такую тему, что вы будете зачитывать целиком аудиокнигу, а я буду оглашать те или иные комментарии к нужным ее местам. Можно таким путем сделать, потому что кому-то будет, допустим, не лень, и хорошо у человека получится, красиво, потренироваться, потратить на это день, а на другую главу еще день, еще 20, и красивенько зачитать вот так вот за недельку другую ту или иную книжицу. Я по этой книжице постараюсь пробежаться за день другой, а не за недельку другую, поэтому буду ее читать так, как я ее читаю, ну, естественно, не всю. Что же делать? Что есть, то есть. Но так или иначе я это делаю, так или иначе я это осмысляю. Я стараюсь познакомить слушателей, зрителей моего канала хоть с какой-то информацией, которую они дальше смогут изучать, осмыслять, углублять собственные знания и понимать вообще, что я говорю не о какой-то фэнтезе, которая, не знаю, существует исключительно в моей фантазии или, не знаю, исключительно там еще где-нибудь у кого-нибудь. А я говорю, в принципе, о реальных древних исторических событиях, будь то касательно Рорика, будь то касательно Руси. и я говорю в общем-то то, с чем часто согласны представители официальной трактовки истории, там, философии. Кое-чем они не согласны, кое-что они воспринимают по-своему, я по-своему, но все равно, чтобы это что-то воспринимать, мы должны это видеть и смотреть на это приблизительно с той же стороны, потому что, не знаю, если я буду говорить о чем-то, что вообще неизвестно никому, кроме меня, то, естественно, никто про это ничего тоже не сказать, не понять не сможет. Ну, или так же самое, если я буду пытаться что-то говорить про что-то, что известно, допустим, многим, но я вообще про это впервые слышу, так же ничего хорошего из этого не получится. Вот, так или иначе, все-таки определенные труды к изучению, к структурированию материала и к его подаче я прилагаю. Хотя, конечно, никаких сценариев к видео я не набрасываю и даже не скажу, что перед тем, как записываю свое осмысление, я слишком продумываю, что я буду говорить. Как правило, я сталкиваюсь с той или иной проблемой или дохожу до того или иного результата в своих осмыслениях и включаю диктофон и излагаю свои размышления. Ну, вот, тем не менее, тем не менее, несмотря на то, что пока это у меня всего лишь промежуточные результаты по тем или иным темам, тем не менее, я привожу доказательства, привожу те или иные свидетельства. Мне пишет человек, что я вообще во многом не прав, я Рюрика чуть ли не придумал, а в крайнем случае, если даже и не придумал, то вот я его связываю с Русью, а Рюрик так к Руси вот отношения не имеет. Рюрик, который родился на Рюгене, извиняюсь, а Рюген, Руян, по сути дела, Руй, Руг или Рус это вариации в общем-то того же самого корня, только в зависимости от того, какие европейцы его передавали. В древности, если даже взять имя князя Ругила, если взять кучу других слов и имен, и вариантов, и всякого разного, то станет понятно, что часто корень Руй, Руг, Рус является не то, что синонимами, а является вариациями, просто чисто диалектическими, чисто языковыми вариациями одного и того же имени или одного и того же слова. То есть, остров Рюген в принципе-то можно называть и островом Русин. Вот если в классическом украинском варианте его озвучить, получится остров Русин. и все, и ни много, ни мало. Остров Русин, то есть, да. Поэтому Рюрик, сказать, что Рюрик не имеет никакого отношения к Руси, это жуть. Но, как бы, вот, я, типа, плохой, потому что я говорю, что Рюрик святой князь Руси, Рюрик реорганизатор Руси, Рюрик основатель династии, которая эту Киевскую Русь практически создала. Потому что от тех государств, которые, в общем-то, на территории Украины издревле существовали к моменту Руси, жизнеспособных практически не оставалось. А те, что оставались, были в своих усобицах, были в своей какой-то такой фигне, что лучше не вспоминать. Они не представляли серьезные силы. Да, они могли пойти чуть-чуть побить морду печенегом. Да, они могли там, не знаю, хазар помучать, византийцев подолбить. Но они не были существенной, самостоятельной, могучей политической силой. Русь Рюрика это держава, Русь Рюрика это империя по своим возможностям, по своим параметрам, по своим территориям, по своему международному значению, легитимности и влиянию ничем не меньше, чем Византия, ничем не худшая, чем Франкская империя или Священная Римская империя германской нации. Может быть, кстати, Атон I оттого и спешил провозгласить себя германским императором, потому что боялся как раз Руси и боялся, что Русь со временем укрепится, разрастется и доберется в общем-то до своих былых пределов. Включая территории Польши, включая территории палапских славян, начально по архитектуре Рюрика все это должно было бы свершиться. Да, не свершилось, да, соответственно, Священная Римская империя пошла на определенные уступки по отношению к польским князьям, они их провозгласили королями, чтобы поднять их статус, чтобы поднять их в плане титула, чтобы поднять в другом смысле, чтобы в общем-то так или иначе вот тех своих союзников на территории Польши сделать ядром будущего польского королевства, в противовес тем, кто были лояльны Киеву, в противовес тем, кто могли бы так или иначе пойти под начало Киева и, соответственно, стать серьезной опасностью для Римской империи и германской нации. По сути, как немцы в тот момент хотели воссоздать Римскую империю только уже со своим наполнением, так Русь если бы постаралась, если бы не Владимир, если бы князем остался Ярополк и еще если бы если бы если бы так или иначе Русь могла бы стать империей Аттилы в новом ее перерождении. К сожалению, не получилось. Но, тем не менее, Рюрик такие основы заложить в архитектуру создаваемой им державы пытался. Тем не менее, Рюрик переформатировал. Дальше его уже ставленники такие как Аскольд Эдир Дальше его уже помощники такие как Олег Его сын, внуки и все остальные дальше они уже собственно продолжали его начальную политику. Часто, конечно же, не так хорошо не так осознанно не настолько дальновидно как это делал Рюрик и я это все поднимаю я это все описываю я много чего на эту тему отчасти вскользь говорил но я понимаю что если я допустим это все говорю вскользь кем-то оно воспринимается как ложь кем-то оно воспринимается как фантазия кем-то оно еще как-то воспринимается поэтому если по моему начальному плану десятигодичной давности должно было бы так случиться что нашлись бы какие-то отдельные люди каждого из которых я посадил бы заниматься определенной темой а я бы в общем это дело развивал то вот пока приходится мне все основные темы так или иначе разгребать и детально пошагово объяснять что так это так ну что ж так 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 зато качественней будет и поменьше человеческих глюков в этих материалах в конце концов будет поэтому да если еще в своих видео там десятигодичной пятнадцатигодичной давности я рассказывал о том что Рюрик это святой великий князь Руси объясняя это потому что материалов доказывающих это больше чем достаточно сейчас сейчас я пошагово ссылаюсь на разные источники на разные летописи шметописи и так далее буду все это пошагово доказывать так что потом уж как бы все свидетели секты отсутствия Рюрика ну что ж свидетельствуйте я вашу религию по которой вы веруете в его отсутствие оскорблять не стану но мне жаль что такая религия есть в общем так и все остальные религии а тем не менее в качестве нового вот этого аргумента что типа Рюрик не Рюрик мне приводят Велесову книгу Велесова книга это вообще такой источник что что с ней все плохо для начала с точки зрения официальной официальной исторической науки Велесова книга считается подделкой там уже есть разные тоже свои научные вполне себе теории относительно того кто Велесову книгу подделал когда Велесову книгу подделали кто-то такие как да ладно короче есть те которые считают что это подделка ну допустим Сушинский тот же самый считают что это подделка достаточно такая еще древняя может быть там позднего средневековья может эко 15 какого-то другие считают что это подделка конца 19 начала 20 века и плюс самые радикальные вообще считают что это Миролюбов от начала до конца всю ее подделал а может быть даже не только лишь Миролюбов а еще его дружочек Кур некий тоже можете все это поизучать если интересовались историей Велесовой книги так или иначе это есть и вот тот кто Велесову книгу по-настоящему подделал так это Александр Асов Александр Асов это российский деятель начиная с 90-х годов который если я не ошибаюсь еще в науке и религии или еще в каких-то таких советских журналах начально публиковал свои статьи могу ошибаться если ошибаюсь поправьте в комментариях так или иначе достаточно тоже давний уже деятель в плане своих исследований и вот этот Александр Асов в свое время взял какие-то недопереведенные куски текстов Велесовой книги перекомпилировал их как просто ему хотелось создал из них по сути дела свою версию Велесовой книги то что Велесова книга в чем-то похоже на слово полку Игоря как этот человек мне писал так как бы можно и слово о полку Игореве взять и тоже перекомпилировать и в конце у нас получится текст точности да наоборот любой текст Библию можно в точности да наоборот не знаю какие-нибудь цитаты которые касаются Иисуса переадресовать сатане или наоборот то что там Бог Иисуса заточил вместе с ангелами почему бы нет вот это работа по принципу Александра Асова когда текст берется и в свободном абсолютно никак не контролируемом порыве редактируется как хочется человеку так захотелось человек взял вот это поместил туда то поместил сюда и и вот так и живем можно ли таким заниматься в качестве каких-то умственных упражнений я думаю почему бы и нет можно ли подобный перевод Велесовой книги считать источником разве что источником при каких-либо психологических не знаю культуроведческих может быть изысканиях относительно эзотерики и эзотериков позднего советского союза и российской вот федерации нынешнего времени в таком плане как бы да это источник все творчество Александра Асова но это как бы источник не имеющий никакого исконного и не то что исконного вообще сколь-нибудь какого-то отношения к соответственно древней истории Асов сделал свой текст исходя из того что он знал что он понимал что он считал правильным спорить с этим текстом можно спорить можно не спорить там много всего снова же написано там много всего много как по-своему осмысленно и я не могу даже как бы вот сказать что абсолютно все там неправда ну как абсолютно все когда все-таки что-то да и правда потому что если бы Александр Асов писал абсолютно полную неправду то ему бы пришлось вымышлять свою Велесову книгу ему бы пришлось ну вообще полностью писать не знаю свой вымышленный мир и при этом еще стараться чтобы ни один из персонажей о которых он пишет никак ничем не был схож с теми персонажами которые реально имели какое-то место в соответственно истории человечества поэтому тема конечно же сложная да времени на все не хватает пока пока я это дело записываю пропускаю звонок но что же делать да запишу суть в том что Велесова книга в подаче Асова это вообще не Велесова книга это отдельный экспонат не пойми чего дальше если говорить о реальной Велесовой книге реальная Велесова книга более-менее по-человечески переведена Галиной Сергеевной Лоско более-менее по-человечески настолько насколько это вообще можно было сделать потому потому что потому что Велесова книга которая нам дошла от соответственно Миролюбова и вот тех из МБК кто еще к этому был причастен она представляла собой уже их попытку разбить на слова изначальный текст написанный сплошняком это жуть это люди которые не имели специфического образования или даже самообразования с помощью которого они могли бы правильно разбивать слова и больше того у Миролюбова был свой предварительный багаж взглядов на историю в общем-то славян поэтому какая часть Велесовой книги произошла из мозгов Миролюбова на бумагу а какая часть Велесовой книги на бумагу была перенесена им с досок это уже вопрос очень вопросительный есть некоторые примеры его набросок по Велесовой книге которые между собой разнятся есть вероятность что он в действительности в каких-то случаях чуть ли не реально от себя туда что-то вставлял и ввиду этого даже если ну да я не сторонник официальной трактовки по которой Велесова книга подделка я сторонник другой трактовки по которой Велесова книга это один из письменных источников дохристианской ведической Руси Велесова книга была написана Харугиным сыном волхва Харуги то есть я Велесову книгу в свое время насколько это вообще возможно читал и пытался изучить не скажу что полностью изучил но так или иначе у меня даже есть свой перевод Велесовой книги который я тем не менее так пока и не опубликовал и какое-то время среди союзников я его распространял потом и то перестал потому что его там в некоторых случаях надо подправить тем не менее тем не менее Велесова книга это тот источник где нельзя быть уверенным ни в чем вообще сам автор Харугиным он писал ее рядом с умирающим отцом он писал ее ну по самой Велесовой книге тоже не мои придумки это там можно найти он писал ее в условиях когда его вот эта группировка каких-то остаточных волхвов вместе с воинами вместе с какой-то частью знати постоянно перемещалась постоянно там что только не творилось то есть у него возможности качественно изучить историю сопоставить все нюансы этой истории у него физически не было каких-то супер летописей которые могли бы ему вот вообще незамутненно передать всю историю человечества у него естественно не было Велесова книга в рахманской традиции имеет двойное название книга древних событий Харугена книга про древних событий Харугена так даже правильнее сказать если на российском языке говорить и ее официальное название Велесова книга конечно же Велесова книга и Харуген не знали что они Велесова книга и что он автор Велесовой книги Велесову назвали даже без ведома Велеса уже в 20 веке. Но да ладно, с кем не бывает. И вот этот жанр книги древних событий, который существует в рахманской традиции, помимо так называемой Велесовой книги, Это такая тема, когда тот или иной жрец просто пишет все, что он знает по мирозданию, по истории. Последний, кто предпринял такой проект, был, соответственно, учитель моего учителя, который написал книгу с очень сложным названием, отчего ее часто даже библиотекари помещали в свои каталоги под разным названием, отчего ее иногда сложно найти даже в тех библиотеках, где она все же есть. Это отдельный кошмар, но так или иначе, книга имеет название на пол своего переплета. Начинается о всесвятотворении, о богах, о промынувшении, то есть как это называется, о сверхдревней истории, о святых князях, о христианизации, в общем, о христианизации, ну, в украинском варианте там оно называется «осбосчещение», ну, то есть о бесчещивании, ну, имеется в виду христианизация Владимиром. Дальше о Сягаденне и о грядущему. Вот я название это сократил сейчас уже, чисто переводя на российский язык, и чисто это самое, все равно название гигантское. И вот его вот эта книга, которая толщенная, которая вобрала в себя кучу разных тем, письменность, философия, теология, династии, боже помилуй, вот эта книга в жанре «Книга сверхдревних событий». И Велесова книга в том же жанре, и еще куча разных священнослужителей ведической культуры славян писали такие княженцы. И Харугин написал вот такое вот. Естественно, каждый пишет, что он знает. Естественно, лучшую версию напишет тот, ну, как, допустим, написал в Эпшицкой, он ее писал в начале 20 века, он ее напечатал в 909 году. То есть тогда, перед Первой мировой, как раз у него был неплохой такой период, когда можно было себе в юности и ранней молодости собраться с мыслями и написать то, что было нужно. Ну, а дальше уже придет время достаточно плохенькое, ну, а дальше в 1939 году его попросту коммунисты уничтожили. Так вот, как сказать, у тех жрецов, у которых не было нормальной, меняемой возможности хорошо сопоставить историю, которые писали свои книги данного жанра на скорую руку, они могли написать всякую разную хрень, они могли перепутать друзей с врагами, и там такое, что лучше об этом не говорить. Пока эти тексты не переведены, какая-то часть из них у меня есть, это вот те, что у меня есть, это тексты, по сути, 19 века, ну, и такое себе. Ничего особо ценного оттудова я не почерпнул, ничего такого, чего бы не было у Вапшицкого, и ничего такого, чтобы как-то колебало современные, не знаю, научно-исторические представления о истории. Да, если подвергнуть их вообще суперскрупулезному анализу, кучу всяких забавных и нужных, и важных, и ценных мелочей оттудова выковерять можно, но это если вот так вот подвергать. А если просто сходу, то там очень много ошибок, там перепутаны и последовательность, там и Цезарь уже после Иисуса. При этом потом я понял, что имелось в виду, что Цезарь был как раз после Христа, Христа, который не Иисус, а который Боспорский принц. И, в общем, я-то потом, сопоставив это с кучей других текстов, понять смог, но если бы я не сопоставил, то, наверное, счел бы, что они очень на скорую руку свои тексты писали. Соответственно, Вепшитский уже постарался все эти тексты привести в порядок. Вселенка, когда взялся за написание своей версии книги данного жанра, которая также, как и Велесова книга, как и труд Вепшитского, по сути дела является вот таким вот кратким изложением всего-всего-всего. Вселенка даже сделал это в двух версиях. Написал поэму и написал также толщинную книжищу. Ну вот у него такая штука есть. Вот в свое время и Харугин написал вот такую Велесову книгу. Только вот Вселенка собирал ту информацию, которую он мог собрать в начале и середине XX века, в основном в западных источниках. Ну и также опираясь на труд Вепшитского. Вепшитский опирался на лучшие хроники, на лучшие какие-то тексты, которые сохранила рахманская традиция. А Харугин опирался на осколки каких-то повествований, которых ему рассказывает умирающий отец, на то, что он сам успел до этого выучить, и на осколки тех текстов, которые у него рядом с собой были. Это так согласно Велесовой книге. Это сейчас я как бы ничего особо не придумываю. Хотя тоже, чтобы вот это так вот в своем сознании сложить, нужно было Велесову книгу почитать в разных местах, и там, где упоминается сын от отца Харуги, и там, где упоминаются их постоянные перемещения и борьба с христианами, которые уже там дышат в спину и тыкают со всех сторон остриями, и так дальше. Так что Велесова книга – это не то, почему я буду выверять историю. Это совсем не то, почему я буду выверять историю, скорее наоборот. Велесова книга сама должна выверяться и перепроверяться по другим источникам. И касательно Рюрика, потому что я даже не уверен, что там Рюрику помянут. Да. Вот при всем, при том, что как бы я должен сейчас сказать о Рюрике Велесовой книге, но в той разбивке, которая более вменяема, не факт, что вообще он там есть. Конечно же, Асов там Рюрика нашел, но Асов – это специфический человек. Конечно, не Чудинов. Чудинов бы там нашел бы не только Рюрика, а еще храм Яра, в храме рода Звездной Макоши, само и Макоши, писана Макоши, и Руне Макоши. Ладно.